Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Конфликт на Украине начался год назад, 24 февраля 2022 года, когда российские войска пересекли восточную границу этой страны. Но во многих отношениях российское вторжение на Украину стало конечной точкой более длинной истории. Пропагандистская кампания, цель которой убедить американцев принять сторону в этом конфликте, не имеющим ничего общего ни с ними, ни с Америкой, началась за много лет до этого. Мы начнем рассказ с 22 июля 2016-го. В этот день Викиликс опубликовал тысячи писем с серверов Национального комитета Демократической партии. Эти письма доказывали, что партийные чиновники сфальсифицировали демократический процесс в пользу Хилари Клинтон и против популярного мятежного кандидата того года Берни Сандерса из Вермонта. Через несколько дней председатель ДНС Дебби Вассерман Шульц с позором подала в отставку. Скандал с Викиликс разразился в тот же день, когда Хилари Клинтон выбрала себе напарника, сенатора Тима Кейна. И этот скандал затмил процедуру их выдвижения. Но что более важно, скандал с Викиликс угрожал расколоть демократическую партию. Более 13 миллионов избирателей Берни Сандерса, многие из которых молодые люди, узнали, что процесс, в который они верили, на самом деле фикция. Их обманули. Лидеры демократов должны были действовать быстро, чтобы переложить вину с себя на кого-нибудь другого. Они заявили, что сервера ДНС были взломаны российскими военными. Цель состояла в том, чтобы навредить Хилари Клинтон, которую русские боялись за ее силу и мудрость, и помочь Дональду Трампу, которого они контролировали. Россия взломала серверы, чтобы украсть выборы. Такова их версия. Вашингтон-Пост опубликовала ее в первый же день под видом правды. Но не было никаких доказательств того, что это правда. Спустя почти 7 лет доказательств до сих пор нет. Рассказ ДНС о своих серверах ложь. Но как политическая стратегия, эта ложь сработала безупречно, из России получился идеальный злодей. Это белая христианская страна с традиционной социальной структурой. Демократическая партия уже выступала против всего этого. Внешне политический аппарат с радостью возненавидел Россию снова. После 40 лет холодной войны ненависть к России была в мышечной памяти. И так вскоре лидеры обеих партий в Вашингтоне придумали миф о сговоре с Россией. У него было двойное преимущество. Он парализовал администрацию Трампа и оправдал усиление государственного контроля в сфере национальной безопасности. Шли годы, риторика становилась все жестче и началась истерия. Через какое-то время всех, кто имел альтернативное мнение, от правых до общепризнанных социалистов, обвинили в тайной работе на Путина. Многих обвинили и некоторых этим уничтожили. Это была классическая охота на ведьм, гораздо более эффективная, чем маккартизм. В отличие от маккартизма, она не закончилась. Россия осталась злейшим врагом Америки, даже несмотря на то, что самой большой угрозой для Америки стал Китай. Со временем ложь, которой демократы скрыли свои преступления на праймере с 2016-го, стала доминировать во внешней политике Америки, а затем поставила под угрозу саму Америку. Многие поколения государственных деятелей и дипломатов работали над тем, чтобы другие державы не объединились в единый блок против США. Идея проста. Вы можете победить одну сильную страну, но если две сильные страны объединятся, вы проиграете. Вот почему Ричард Никсон отправился в Китай, убедиться, что китайское правительство не объединится с Брежневым, с русскими. Дональд Трамп это прекрасно понимал. Россия никогда не будет нашим ближайшим союзником, сказал он, но если Россия станет союзником Китая, у нас будут большие проблемы. Сочетание природных ресурсов, военной экономической мощи, да просто населения сделало бы российско-китайский альянс самой могущественной силой в мире. Соединенные Штаты будут свергнуты, мы будем выполнять приказы. Как выразился Трамп, нет причин делать Россию нашим врагом, и есть много причин не делать этого. Это был голос разума, но официальный Вашингтон его проигнорировал. В ответ они дружно закричали, заткнись, путинская марионетка. И потом они принялись провоцировать войну с Россией. Они преуспели в этом. Но мы ведем войну на Украине не только против России, но и против ее нового союзника, Китайской Народной Республики. Произошло то, что предсказывал Дональд Трамп, причем самым худшим образом. Если военные действия на Украине продолжатся, мы проиграем, чем бы они не закончились. Мировой порядок перетасовывается прямо сейчас, и когда это закончится, США уже не будут на вершине колоды. Для остального мира это очевидно, но поразительно, как мало американцев понимают последствия того, что происходит. Но откуда им знать? Никто в американской политике или СМИ не скажет им правду. С первых часов вторжения американцев кормят непрерывным потоком все более абсурдной лжи по поводу Украины. Гугл и Фейсбук присоединились к администрации Байдена, чтобы подвергать цензуре любую фактическую информацию, противоречащую официальной линии. Это удручает. Первые замечания Джо Байдена о конфликте не подразумевали отправку передовых систем вооружения и военных советников на Украину, а затем поддержку украинского правительства и его пенсионной системы сотнями миллиардов налоговых долларов. Нет. Джо Байден упомянул только бесплатные санкции. Предложенных им санкции будет достаточно. Вот Джо Байден год назад. Российская армия начала жестокое нападение на народ Украины. Без провокации, без основания, без необходимости. Эта агрессия не может остаться без ответа. В этом случае последствия для Америки будут намного хуже. Америка противостоит угнетателям. Мы за свободу. Путин — агрессор. Путин выбрал войну. И теперь он и его страна испытают последствия. Сегодня я одобряю дополнительные жесткие санкции. Жесткие санкции. Это сработает. Цель на тот момент, возможно, вы помните, состояла в том, чтобы вытеснить российские войска обратно в их страну и остановить вторжение. И это казалось разумным большинству людей. Это не было похоже на начало Третьей мировой войны. Но было именно так. А к декабрю Линдси Грэм вполне уверенно заявил вслух вот о чем. Смотрите. Чем закончится эта война? Когда Россия сломается и Путина уберут, война будет продолжаться. Украинцы не согласятся отдать России часть своей страны после всех этих смертей и разрушений. Если прекратить огонь, Россия воспользуется этой возможностью, чтобы перевооружиться и снова напасть на них. Так что мы боремся за победу. И единственный способ победить — это сломить российскую армию. И кто-то в России должен убрать Путина. Так что мы, уверенно говорит Линдси Грэм, продолжим вливать миллиарды в Украину до тех пор, пока, цитата, «они не уберут Путина». Знает ли об этом Путин? Ну, мы понятия не имеем. Нам нельзя смотреть российские СМИ. Слишком много информации для американцев. Но если Путин знает, что мы собираемся его убить, не ответит ли он ядерным оружием? Почему бы ему не дать такой отпор? Кажется, никому в Соединенных Штатах не позволено задаваться этим вопросом, тем более говорить об этом вслух. Вместо этого нас опять кормят лекциями о демократии. Украина — демократия, говорят нам, поэтому мы на стороне Украины. Проблема в том, что это ложь. Украина — не демократия. Украина — коррумпированное однопартийное государство. Там нет ни одной из свобод, определяющих демократию. Свободы слова, свободы печати, свободы собраний, свободы вероисповедания. Украина — наименее свободная страна Европы, и, наверное, поэтому это любимое место Джо Байдена. Поэтому тем, кто понимает, что происходит на самом деле, что такое Украина, очень неприятно слушать снова и снова эти слова Байдена. Досадно слышать лекции о демократии от человека, пришедшего к власти в результате столь сомнительных выборов, что многие даже не верят в их реальность. Джо Байден никогда не пользовался поддержкой большинства американцев за все время конфликта на Украине. На самом деле Джо Байден гораздо менее популярен в США, чем Владимир Путин в России. Это не похвала Путину. Это правда. И это говорит о слабой легитимности Джо Байдена. Демократия? Да ладно. Мы взрослые. Хватит лгать нам. Так что же будет дальше в этой войне? Что ж, по словам нашего пожилого министра финансов Джанет Йеллен, конфликт на Украине будет продолжаться вечно, как и наша поддержка Зеленского. Позвольте мне прояснить. Соединенные Штаты и их союзники, все мы, будем продолжать поддерживать Украину постоянно и безусловно. Безусловная поддержка Украины. Безусловная поддержка страны, о которой большинство американцев ничего не знает и не может найти ее на карте. Безусловная поддержка. Это глубокое заявление. Кроме ваших ближайших родственников, кому еще бы вы пообещали безусловную поддержку? Скольким странам вы бы пообещали безусловную поддержку? Это безумие, если подумать. Но люди, ответственные за эту катастрофу, думают не так, как большинство американцев. Журнал Atlantic отметил годовщину конфликта публикацией статьи Тома Николса. Николс — глупый паразит внешнеполитического истеблишмента, которого, очевидно, воспринимают всерьез другие бездельники и тупицы в Вашингтоне. Но статья увлекательная. В ней он непреднамеренно раскрывает смысл этого конфликта в предельно ясных выражениях. Цитата. Теперь нам предстоит долгая тяжелая работа по разгрому армии Москвы и в конечном итоге по строению лучшего мира. Победить армию Москвы и построить лучший мир? Отлично, спасибо, Том Николс. Добавлю эти пункты в список дел на этой неделе. В статье не уточняется, как именно мы планируем победить Россию и ее союзника Китай, а затем построить утопию. В статье весьма мало деталей. Вы чувствовали бы себя немного лучше, слушая все это, если бы у Тома Николса и других людей в Вашингтоне был соответствующий послужной список компетентности и успеха. Это не так. Похоже, Николс проводит большую часть своей жизни, споря с другими людьми в Твиттере. Мы не знаем ничего о его достижениях. Но практически никто из них ничего не добился. Главный стратег Байдена по Украине Ториан Уланд? Вы бы не наняли ее для планирования весенних каникул. У нее нет навыков, чтобы сделать это. Теперь эти самые люди, эти явно некомпетентные люди, говорят, что планируют построить лучший мир. Хорошо. Это кажется амбициозным. Может начать с Балтимора? Прежде чем перейти глобальные трансформации, может сначала следует наладить жизнь в крупнейшем городе Мэрилэнда? Под руководством таких людей, как Том Николс и Ториан Уланд, неолиберальных гениев с грандиозными планами, Балтимор погрузился в хаос третьего мира. Так же было в Ираке, в Ливии, во всех местах, которые эти люди решили, цитата, «отстроить заново». Госдепартаменту США следует помолчать и задуматься над тем, что после ухода западных дипломатов и неправительственных организаций из Афганистана, страна стала безопаснее. Сейчас в Кабуле происходит гораздо меньше убийств, чем 18 месяцев назад. Люди в Кабуле могут пойти поужинать вечером, не боясь быть убитыми. Этот факт не говорит всего об Афганистане, конечно. Но этот факт нельзя игнорировать. Это что-то значит. Если вы тратите миллиарды, пытаясь сделать место лучше, оно становится хуже, вы обязаны подумать, почему. Может, вы делаете это неправильно. Может быть, вы не так сильны и умны, как вам казалось. Может быть, у вас проблемы с формулой. Но ничего из этого никогда не приходит в голову таким людям, как Том Никол, Сториан Уланд и Джо Байден. Чем более они дискредитированы, тем более самоуверенными они становятся. Они рассматривают каждую неудачу как свидетельство того, что их таланты нужны как никогда. Что это? Это высокомерие. Высокомерие — это заблуждение, из-за которого люди ошибочно принимают себя за Бога. Они воображают, что обладают силой, мудростью и предвидением, которыми на самом деле не обладают. Высокомерие — это психическое заболевание. Эти люди нездоровы, они сумасшедшие. И нет ничего опаснее этого. Высокомерие причинило больше страданий, чем полиомелит. Оно вызвало больше смертей, чем ОСПА. И мы в эпицентре очередной эпидемии. Дуглас Макгрегор, полковник армии в отставке, многое знающий о высокомерии, присоединяются к нам сегодня. И я хочу не просто указать на идею Тома Николса, уж точно не страдающего скромностью. Я хочу спросить, сама идея, что наша цель — сокрушить путинскую армию, российскую армию, более миллиона человек и построение лучшего мира. Не кажется ли это вам слегка амбициозным? Не особо, если смотреть на проводимую Байденом стратегию Вашингтона. Зачем сражаться в одном конфликте, если вы можете сражаться сразу в двух против двух самых могущественных стран в мире? Все, в чем уже поучаствовала администрация Байдена, стало катастрофой. Мир дедоларизируется. Европейская экономика не растет, а российская экономика растет и растет быстрее, чем европейская. У нас идет распродажа долларов и казначейских облигаций. В прошлом году дефицит российского бюджета в процентах к ВВП составил 2,3%. Дефицит американского бюджета в процентах к ВВП — 5,4%. Украинские вооруженные силы сталкиваются и с нехваткой людей. Они одевают форму мальчиков, стариков и женщин. Украинские вооруженные силы уже на пределе. Без натовских военнослужащих для доукомплектования и проведения операции украинские вооруженные силы развалятся. Теперь посмотрим на НАТО. НАТО далеко до единства. Турки готовы покинуть Альянс. С каждой недели они все больше сближаются с Центральной Азией, с Китаем, с Россией и другими странами. Германии отчаянно не хватает ресурсов для поддержания своей научно-индустриальной базы. Если этот конфликт не будет заканчиваться, то Германия не останется в НАТО. И в конце концов сама Россия. Наше величайшее достижение заключается в том, что дали Путину создать вооруженные силы, которые сегодня больше и сильнее, чем за последние 30 лет. Да и по качеству выше, чем у Совета в 1980-х годах. И пока мы тут разговариваем, русские набирают крупнейшие запасы артиллерии, снарядов, ракет и дронов со времен Второй мировой войны. И они собираются обрушить все это на Украину и закончить начатое год назад дело. Мне грустно, когда хорошие люди в нашей стране, которых немало, включая меня, часто слышат, как Зеленского представляют чуть ли не звездой спорта. Они ведь без понятия, что происходит глобальная переориентировка альянсов, и они не могут узнать, так как не смотрят вас и немногих других. Спасибо, что пришли сегодня. Спасибо, Макгрегор. Спасибо. Администрация Байдена потратила миллиарды, по-видимому, сотни миллиардов, если все суммировать, на Украину. Но не сделала ничего для людей в Ист-Палестине, а Гайя выглядит прямо как метафора. Далее к нам присоединится Эрин Брокович по этому и другим вопросам на специальном выпуске шоу Такера Карлсона, приуроченного к годовщине конфликта на Украине. Ист-Палестин в Агайя и Украина друг с другом никак не связаны, но вы не можете не заметить разницу в отношении к ним от администрации Байдена. Администрация только что объявила о двух миллиардах долларов финансирования для Украины, мы послали уже более ста миллиардов, но не копейки, людям из Ист-Палестина, которых, как вы знаете, не по их вине накрыло токсичными химикатами. Эрин Брокович, сейчас вы из Палестинии, и мы думаем, имеет смысл с ней поговорить, и спасибо огромное, что пришли. Знаете ли, в смысле, видите ли вы разницу... Привет, Таня, спасибо за приглашение. О, конечно. Видите ли вы разницу в заботе об украинцах, которые ее, конечно же, заслуживают, и заботе о людях из Ист-Палестины, ведь очевидно, что разница огромна. Ну, люди в Ист-Палестинии точно озабочены. Ты знаешь, что уже месяц прошел, а ответов у них все еще нет. Очевидно, что здесь что-то вообще не то творится. Я здесь уже давно. И они весьма раздражены тем, что их органы и администрации не заботятся об обществе. И, как мы видим, их никто не слышит. И вы сделали очень интересное замечание, и у меня нет на это ответа, но вы уже были при таких ситуациях. У вас есть ощущение, что есть что-то важное, о чем им не говорят? Да, есть. В смысле, господи, да ладно. Мы же здесь, мы видели 44 тысячи мертвых рыб. Мы видели их здесь сегодня, проветривающих ручей. Они убирают все. Колодцы запечатаны. В чем дело? Смотри, много данных, и не надо. По моему мнению, шахтеры дали нам отличный инструмент, называемый канарейкой в шахте. Если канарейка умерла, то, наверное, людям там быть не стоит. У вас мертвая рыба. Наверное, для людей тоже вредно. У вас мертвые животные. Наверное, для людей тоже вредно. И вы видите жуткую мешанину информации для местных. «Пейте воду. Не пейте воду». Безопасно, небезопасно. Это их сбивает с толку и очень их раздражает. И здесь действительно что-то не то происходит. И будет появляться еще информация, и история будет продолжена. Вы так хорошо объяснили. Я только хотел спросить. Вы сказали, колодцы были запечатаны. Что вы имели в виду? Ну, в школах дети не могут пить из фонтанчиков. Здесь есть частные колодцы, и на них замки. И они, очевидно... Да ладно. Если проблем нет, то не нужно запечатывать фонтанчик. Не нужно проветривать систему. Ты можешь хоть целый день говорить мне, что все в порядке, но я-то вижу, что здесь происходит. Да. Я думаю, лучше принимать решение... Хватит газлайтинга. Согласен. Судить надо по фактам, а не по словам. Эрин Брокович, спасибо. Рад был видеть. Спасибо, Такер. Тоже рада. Спасибо. Сенатор Джордж Хоули представляет Миссури в Сенате Соединенных Штатов, и он со всем этим знаком. Сенатор, спасибо, что пришли. Ты просто не можешь... Не хочется увязывать несвязанные темы, но нельзя... Не заметить разницу между уровнем внимания к Украине и Огайо. Ну, я не думаю, что они не связаны, Такер. Правда в том, что Джо Байден и, давайте признаемся, республиканцы в Конгрессе потратили более 100 миллиардов долларов на конфликт в Украине. А тем временем у людей в Ист-Палестине отравлена вода, отравлен воздух, очевидно, что инфраструктура в нашей стране разваливается. И что же эта администрация, да и Конгресс делают по этому поводу? Не особо много. Я считаю, что контраст заметен. И я говорю республиканцам, послушайте, вы или можете быть партией Украины и глобалистов, или партией Ист-Палестина и рабочего людо нашей страны. Но пора уже сказать европейцам, хватит кормить европейцев. Пусть европейцы сами занимаются Европой. Пора уже поставить на первое место рабочих этой страны, чтобы сделать их снова сильными и сделать нашу страну снова сильной. Если продолжать игнорировать людей и обходить демократический процесс, то они будут радикализовываться. Помните, Трамп такой радикал, Трамп очень умеренный. Волнует ли вас, что вы можете увидеть порожденный раздражением настоящий радикализм в американской политике? Почему бы этому не произойти? Ну, например, Такер, вы можете просто посмотреть на то, что сказал мэр из Палестина. Вы слушаете местных там и слышите то, что я постоянно слышу в Миссури. Мой штат вообще не очень-то отличается от Огайо. Люди говорят, что в Вашингтоне больше переживают об украинских границах, чем о границах нашей страны. Они больше переживают по поводу того, что там, чем о наркотиках, заполонивших наши школы и поселения в Миссури, да и каждый штат по всей стране. Они заботятся больше о мостах и дорогах других стран, чем о наших собственных. Так что да, я волнуюсь. Я волнуюсь, что народ не чувствует себя представленным, не слышит и голоса за себя. И дело в том, что в большинстве случаев это правда. И поэтому я должен сказать своим сопартийцам-республиканцам, что пора начать говорить про рабочих людей нашей страны и сделать их приоритетом. Аминь. Так как люди могут слишком разозлиться, и никто не хочет жить в неспокойной стране. Сенатор Джош Хоули из Миссури, спасибо, что были сегодня. Спасибо. И так, коли мы рискуем ядерной войной, чтобы защитить то, что мы называем демократией на Украине, то, может, стоило бы спросить американцев, так как в демократии их мнение имело бы значение. Согласно опросам, американцы, настоящие американцы считают, что мы должны перестать давать деньги Украине. Например, в новом опросе от АП только 37% американцев хотят посылать деньги налогоплательщиков к коррумпированному и деспотичному правительству Украины. И человека, который правит этим коррумпированным и деспотичным правительством Зеленского, только что об этом спросили. Посмотрите на его ответ. Если они не поддержат Украину, то они потеряют НАТО. Они потеряют влияние Соединенных Штатов. Они утратят лидерскую позицию, которую имеют в мире, которую они имеют по праву. И они потеряют поддержку страны с населением в 40 миллионов и миллионами детей. Чем американские дети отличаются от наших? Разве американцы не любят то же, что и мы? Я не думаю, что мы так уж отличаемся. Если так случится, что Украина из-за разности мнений и ослабевающей поддержки проиграет, то Россия вторгнется в балтийские страны. Страны-члены НАТО. И уж тогда США вынуждены будут посылать своих сыновей и дочерей, так же, как мы посылаем наших сыновей и дочерей в зону боевых действий. И им придется сражаться, так как мы говорим о НАТО, и придется умирать. Они преподносят этого человека как героя. И он целый год старался как мог, чтобы вы отправили своих сыновей на Украину погибать за его страну. Он не герой. Он антигерой. Он уничтожитель. Лейтенант-полковник Дэниел Дэвис, старший сотрудник приоритетов обороны, присоединяется к нам сегодня. И я просто поражен, как СМИ США вместе с администрацией смогли представить этого парня, которого, очевидно, не волнуют жизни американцев, как Джорджа Вашингтона. Как у них это получилось? Это же волновало и меня некоторое время, Такер. Но это, этот ролик, который вы показали, это уже следующий уровень. По сути, заявлять, что наша обязанность идти и сражаться за него. И это не так. Смотрите, сама идея, что он сражается за НАТО и за Европу и защищает Америку, бред. Извините, но это так. За год конфликта уже можно сказать, что Россия выдохлась на 15% одной приграничной ей страны. Они не представляют никакой вообще угрозы ни НАТО, ни безопасности Соединенных Штатов, так как у них нет сил. Так что это разборки между Россией и Украиной, и вывод должен быть именно таким. Но идея того, что это может распространиться на НАТО и нам придется участвовать, такое может произойти только если мы сами захотим. И оно никак не связано с нашей безопасностью. Почему никто за прошедший год не встал и не сказал, ты переживаешь за украинцев, я тоже? Мы исторически ничего не должны Украине. Мы исторически с ней никак не связаны. У нас нет договора с Украиной. У нас с ними не больше общего, чем с Эстимуром или Конго. Это безумие. Почему никто ничего об этом не говорит? Я считаю, я подозреваю, что это начинает меняться. Потому что, смотрите, мы что только не делали для Украины. Давали ошеломляющее количество вооружения, нужного нам самим. А нужно все больше и больше. И теперь, я думаю, он хочет, чтобы мы пошли и бились за него, что с его точки зрения даже понятно, но совершенно непонятно с нашей. И нам пора сказать, мы должны сконцентрироваться на безопасности Америки и ее нуждах. И это точно не значит приближение к возможной войне между Россией и Соединенными Штатами. Хорошо сказано. Лейтенант-полковник Дэниел Дэвис был сегодня с нами. Спасибо. Всегда рад. Итак, администрация Байдена фактически игнорирует ист Палестин, да и практически весь Огайо, части которого загнивают уже много лет. Вместо этого он отправился в Киев на этой неделе. Включали сирены воздушной тревоги для драматического эффекта. СМИ глубоко впечатлило все это зрелище. Он Черчилль. Чтобы найти другой такой день президентской храбрости в зоне боевых действий, нужно вернуться в 1864 год, июль, когда Авраам Линкольн в качестве президента отправился посмотреть на солдат-конфедератов, обстреливающих Вашингтон. Я думаю, что это историческое событие. Это как когда Кеннеди поехал в Берлин в 63-м году, когда Рональд Рейган поехал в восточный Берлин в 87-м году и сказал, мистер Горбачев, снесите эту стену. Зеленского называют Черчиллем нашего поколения, и то, что Байден приехал туда сегодня, я думаю, это войдет в учебники истории. Какой вдохновляющий день, какие вдохновляющие несколько дней. Боже мой. Я сразу же провел параллели с Кеннеди в Берлине, с Рейганом у Бранденбургских ворот, и мистер Горбачев, снесите эту стену. Конечно, для Джо Байдена опасность была куда большей, лучше просто и быть не может. Нечестность и безрассудство, чистая глупость и агрессия действительно поражают воображение. Глен Гринвальд, ведущий прекрасного шоу «Обновление системы», которое выходит каждый день на платформе Рамбл, мы рады, что он присоединился к нам. Глен, спасибо, что пришел. Кажется, мы перешли тот порог в пропаганде, когда пути назад не видно. Если Дуг Бринкли может сказать что-то столь совершенно несоответствующее действительности, к чему мы пришли? Я думаю, это ключ к осознанию того, насколько мощна военная пропаганда. Если вы посмотрите на мнение американского народа, до которого из них никому нет дела, и спросите его, должны ли Соединенные Штаты быть мировым полицейским, в подавляющем большинстве 80% вздохнут и скажут «нет». Если спросить их, считаете ли вы, что США вовлекает себя в слишком много войн, подавляющее большинство американцев скажут «да». И все же каждый раз, когда нам преподносят новую войну, у них получается сплотить общественность в ее поддержке, включая страну, о которой большинство американцев никогда раньше не задумывались. И вполне оправданно, ведь Украина не представляет жизненно важного интереса для США. А теперь мы вот уже год, как вливаем туда все больше денег и все больше оружия, хотя это никак не относится к жизни американского народа, за исключением горстки элит, работающих на рейты на ЦРУ. Вот та причина, по которой им пришлось выставить нечто столь банальное, театральное и надуманное, как пятичасовая поездка Байдена в Киев за своего рода всемирно-историческое событие, о котором все на самом деле забудут к следующему вторнику. Цель — постоянно задевать струны сердца и играть на благородных порывах американского народа, чтобы он поддерживал то, что не в его интересах. Тебя не беспокоит, что американцы в перспективе станут настолько разочарованы тем, что их лидеры их игнорируют и даже высмеивают, что они радикализируются? Я думаю, мы видим это по всему миру. Причина, по которой люди обращаются к лидерам, выступающим против эстеблишмента, или к предложениям против эстеблишмента, таким как Брексит, когда Британия вышла из состава ЕС, или обращаются к очень нестандартным лидерам, таким как Трамп или Болсонару в Бразилии и им подобным, в том, что если кто-то обещает сжечь эстеблишмент, будь то демократической и республиканской партии, или западный военный эстеблишмент, которые, как известно людям, не на их стороне, общественность пойдет за такими лидерами, кем бы они ни были. Вот сколько ненависти накопилось к этим институтам, и, должен сказать, вполне заслуженно. Так что да, могут быть негативные последствия, но эти институты сами вырыли себе яму и теперь лежат в ней. Это так, но и Болсонару, и Трамп, будем честны, это умеренные парни, они оба верили в систему. Но могут появиться люди, которые реально хотят сжечь все дотла, и у них будут сторонники, потому что у людей есть причины для гнева. Да, контраст между тем, что происходит в Огайо, и тем, что на Украине в том, что все игнорируют людей в Огайо, потому что, как мы знаем, это люди в нашей стране, которые не считаются, и все они это знают. Если дойдет до момента, когда десятки миллионов людей начнут понимать, что политическому классу и их лидерам в обеих партиях на них совершенно плевать, их гнев в конечном итоге приведет, как ты говоришь, к чему-то гораздо более радикальному, чем якобы радикальные лидеры, которые у нас уже были. И это может быть опасно, но может и пойти на пользу. И если, когда такое начнется, результаты действительно будут непредсказуемы. Но скажу еще раз, вина лежит на нашем истеблишменте, который становится все более высокомерным и замкнутым. Это каждое слово, которое ты произнес, все так. Это очень мудрые слова, и людям следует прислушаться. Глен Гринвальд, большое спасибо. Спасибо, Такер. Администрация Байдена совершила самый крупный, самый значительный акт промышленного терроризма и саботажа в истории. Они взорвали трубопровод «Северный поток», который доставлял энергию из Восточной Европы в Западную. Последствия этого будут проявляться не одно поколение. Мы сообщим вам последние новости об этом далее в специальном выпуске шоу Такера Карлсона. «Северный поток» Департамента, поистине злодейский персонаж, признает, что очень рада, что его больше нет. В их доводах нет никакого смысла. Очевидно, администрация Байдена его взорвала. Какие тут сомнения? Но демократы придерживаются лжи о том, что это Россия. Мы решили спросить Джимми Дора, что он об этом думает. Он ведущий шоу Джимми Дора и сейчас с нами. Джимми Дор, большое спасибо, что пришел. Кажется очевидным, что это сделали люди Байдена, но при этом они не только вызвали масштабную экологическую катастрофу, но и подставили так называемых союзников по НАТО. Почему же это никого не волнует? Ну, потому... Знаешь, американцы... Люди забывают, что произошло, поскольку американцы самые подверженные пропаганде народ в мире. Да, верно. И они не знают, что происходит вокруг Северного потока. Они думают, что пропаганде подвергаются другие люди. Это на 100% пропагандистская война. Почему Джо Байден не хочет расследовать это? Почему Конгресс не хочет расследовать? Если они проведут расследование, они знают, что это покажет, что США этого не делали, что это все Россия. Так почему же они не хотят это расследовать? Швеция, Дания и Норвегия уже провели собственные расследования этого. Они отказываются их публиковать. Почему они не обнародуют их результаты? Точно так же, как они хотят расследовать причину вспышки... Они не хотят знать ответы. Не хотят расследовать, потому что уже знают ответы. Знаешь, Америка превратилась в... Крис Хеджес назвал Америку мафиозным государством. Крохотная клика контролирует наше правительство и использует его для ведения войны ради экономической выгоды. Разница между нашим мафиозным государством сейчас и в прошлом. Тогда мафия помогала победить нацистов. А теперь мы их вооружаем. Разве это не похоже на Америку? Игнорировать нацистов, которые страдают здесь у нас, пытаясь купить яйца, пока мы финансируем нацистов в других странах? Происходит невероятное. На кону реально Третья мировая. Так почему они не расследуют? Их даже никто не спрашивает. Вышла статья Сеймура Херша с подробным описанием того, как они взорвали Северный поток. И американская пресса не задает вопросы даже тем, кого он поименно назвал в статье. Никаких заявлений не делают. Знаете, кто будет говорить об этом? Кирби — пресс-секретарь Белого дома. Ведь у репортеров расследований прямой трубопровод до Кирби, а не до Энтони Блинкена или Салливана или Виктории Нуланд. Кстати, это те же люди, чья ложь привела к войне в Ираке. Они врали о Ливии, врали о Сирии, сбросили в Сирии так много бомб, что они закончились. Они опять это делают. Америка — мировой террорист. У нас 400 военных баз вокруг Китая. Мы спровоцировали это. Но люди не знают, что ЦРУ договорилась с нацистами на Украине, чтобы свергнуть демократически избранное правительство Украины в 2014-м. У нас был мирный договор, Минские соглашения, а потом его нарушили. Кто это сделал? Украина продолжила обстреливать Донбасс, русскоговорящих в восточной части Украины. И вот почему Путину пришлось ответить на провокации вторжением, чтобы защитить этих людей. Никто вам этого не скажет. Все говорят о... Все остальные новостные каналы. Вы единственные, кто это делает. Я аплодирую вам за то, что позволяете людям рассказывать правду о том, что на самом деле происходит на Украине. Другие каналы, когда я смотрю, о чем они говорят, начинают историю Украины со вторжения Путина. Вам никогда не скажут, что мы свергли их демократически избранное правительство в 2014-м. Вам не скажут, что они не прекратили обстрелы людей на Донбассе, что они никогда не соблюдали Минские соглашения. Вам не скажут, что бывший премьер-министр Германии сказала, что причина, по которой они пошли на Минские соглашения, чтобы Украина могла нарастить свои вооруженные силы и подготовиться к этому конфликту, который они сами спровоцировали. Американский народ просыпается, но есть большая... Ладно, остановлюсь на этом. Ты говоришь, как путинский пропагандист, Джимми Дор. Самая подверженная пропаганде страна в мире. Грустно соглашаться с тобой, но это так. Джимми Дор, большое спасибо. Благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok